Статья президента «Семь грани великой степи» это по сути является продолжением той большой статьи, которая прошла в апреле 2017 года «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Так как она затрагивает большинство вопросов, которые были рассмотрены в той статье. А вот если возвращаться к статье президента, которая ушла в ноябре, то ее можно разбить на два блока. В первую очередь это касается достижений наших предков, нашего казахстанского общества. На данной территории это, скажем, и садническая культура, это и металлургия, это и великий шелковый путь и все то, что перечислил президент. То есть президент здесь заостряет внимание на том, что на данной территории, на территории Казахстана, скажем, была достигнута высокая культура, которую необходимо, в принципе, знать молодому поколению, развивать и демонстрировать. А вторая часть статьи, она, конечно, акцентируется на том, что все эти достижения, о которых говорит президент, их нужно преподносить в мировую историю, в мировую культуру, потому что на самом деле они являются очень важными. И, скажем, если мы сами не будем, скажем, популяризировать знания об этом, если профессиональные историки не будут добиваться не то, чтобы признания, а именно озвучивание этих достижений, то, естественно, в конкуренции, скажем, вот этих идей и мыслей мы можем отстать. Поэтому вот в этом информационном поле большую роль будет играть, скажем, будет играть работа, которая будет связана с популяризацией данных знаний. То есть, получается, как бы президент делит эту статью на два блока, в которые говорит о том, что нам нужно показать и для чего нам это нужно, скажем, в модернизации нашего общественного сознания в том числе. Ведь не секрет, что история Казахстана в советском государстве изучалась в высеченном виде, и поэтому даже не полностью жители Казахстана, и особенно, если брать старшее поколение, смогло получить из книг преподавателей, учителей в свое время знания в полном объеме, в которое, наверное, сейчас мы уже стараемся дать нашим студентам, нашим ученикам, нашим детям. Вот если брать даже всадническую культуру, то это великое достижение, потому что это придало динамику историческим процессам, это построило великую, скажем, армию кочевников, то есть позволило ей доминировать во многих военно-политических процессах, которые просекали на территории Уразии. Это дало динамику, это связывало торговлю. То есть, в принципе, конечно, ту же всадническую культуру нельзя рассматривать с точки зрения какого-то военного аспекта, это тоже будет, наверное, слишком зауживать. А то, что, скажем, благодаря культуре кочевников и кочевой культуре, всаднической культуре происходила связь, то есть вот это вот транзитное отношение между Европой и Азией, а Казахстан как раз занимает эту территорию, она очень важна, что мы связывали цивилизацию, и в то же время мы аккумулировали, скажем, достижения и Европы, и Азии, и в то же время сами, мы дали этому миру очень многое. Вот в этом, наверное, суть статей нашего президента. Историческая наука Казахстана за эти годы независимости сделала огромный шаг вперед, потому что был накоплен огромный материал, и, скажем, он был преподнесен, в первую очередь, конечно же, обучающимся, которые прошли через школу независимого Казахстана, через наши высшие учебные и средние специальные заведения и получили знания. Но, скажем, историческую науку, и ее роль нельзя зауживать до обучения, скажем, и чтобы мы могли только дать знания об учащихся, это историческая наука, ее роль гораздо шире, и она должна преподносить эти знания, скажем, вообще всему обществу Казахстана. И здесь хотелось бы сказать, что работа исторической науки, она тоже должна трансформироваться в каком смысле, что не все люди в Казахстане, как бы, возьмутся и будут читать, скажем, именно учебники академические, скажем, труды. Многие познают эту историю через фильмы, через, скажем, исторические фильмы, документальные фильмы. Поэтому роль исторической науки заключается в том, чтобы адаптировать вот этот материал, накопленный исторически, для лучшего, наиболее доступного восприятия. Поэтому то, что, скажем, в Казахстане снимаются документальные фильмы, с одной стороны, с другой стороны, есть художественные фильмы, где сохраняется историческая основа, это очень важно, потому что, я еще раз повторяю, все, скажем, за учебники не возьмутся и читать их не будут, но нам важно знать, чтобы люди, скажем, были приобщены к этому, к этой науке, к нашему историческому наследию. Это очень важно. И здесь президент как раз во второй части говорит о том, чтобы население Казахстана могло получать этот контент, этот продукт, который будет, скажем, доступен в целом широкому обществу, а не только обучающимся. Если говорить о национальной истории, то, естественно, здесь задачи гораздо шире. Естественно, что, например, историки Северного Казахстана пытаются и стремятся осветить и внести свою лепту путем историко-краеведческого направления в силу доступности наших источников, архивов, музеев. То, если говорить о национальной истории в более глобальном масштабе, это как раз то, о чем затрагивает наш президент. О том, что Казахстан стремится войти в 30-ку самых конкурентоспособных стран мира. Естественно, входя в эту 30-ку самых конкурентоспособных стран мира, мы должны и свою историю представлять достойно. И если говорить о целом исторической науке, о, скажем, ведущих историках нашего Казахстана, то здесь работа ведется уже достаточно давно, была программа «Культурные наследия», когда, скажем, с 2004 года, когда началась разработка, скажем, культурных памятников, включение их в список ЮНЕСКО. После этого в 2014 году была программа «Народ в потоке истории», когда, скажем, президент дал конкретное задание искать источники за рубежом, где, скажем, представлена история Казахстана, история наших предков, и эту работу тоже, в принципе, проведена. И сейчас нам нужна и, в принципе, историческая наука, вот все то, что было накоплено за годы независимости, показать в мире на достойном уровне в том формате, который, как бы, скажем, доказательно, конечно же, и объективно, в том формате, чтобы это воспринималось населением других государств. Это очень важно, не просто, скажем, только населением Казахстана. Поэтому нам с нашей национальной историей нужно выходить за пределы нашей территории, демонстрировать ее во всем мире. Президент в своей статье говорит о объединении пространства и времени. И здесь мы занимаем, как вы знаете, девятую территорию в мире и являемся соединяющим звеном между Европой и Азией. И, естественно, на такой огромной территории происходили важные исторические процессы. И, скажем, внутри всех этих процессов стоит население Казахстана, казахский народ, который играл такую созидательно объединяющую роль во многих процессах, играл роль, скажем, политического лидера, военно-политического лидера во многих исторических процессах. И, естественно, что роль казахского народа, будь то в древности, будь то, скажем, в новейшее время, нужно только популяризировать. Мы сейчас являемся полиэтничной страной, в которой проживает огромное количество этносов. И здесь вот роль казахского народа, она должна демонстрироваться вот как созидательная, в частности, да, принять такое огромное количество депортирных народов, скажем, что позволило в итоге, скажем, сохранить дружбу, мир в этом отношении. Кочевая цивилизация казахов, она на самом деле дала множество примеров того, как, скажем, выходцы из территории Казахстана, из тюркского этноса, скажем, внесли огромный вклад в мировую историю, в мировую культуру, да, если мы будем вспоминать султана Бейбарса, скажем, империю великих моголов. И есть вещи, которые мы, как бы, анализируем и сравниваем. Например, все знают подвиг спартанцев, но так же мы должны, соответственно, в мировую историю вписать историю о Хане Джангире и Арбулакской битве, когда небольшое, скажем, небольшое поколительство дружина Хана Джангира противостояла джунгарами. Мы все так же знаем о столетней войне, скажем, в Европе, но почему нам не преподносить так же, скажем, подвиги наших предков в виде казахско-джунгарских войн, которая длилась более 130 лет, это тоже, скажем, вот эта вот территория, которая досталась населению, народу Казахстана и прославлялась, скажем, подвигами наших предков. И эти войны, которые были для защиты наших пределов, они сыграли огромную роль. Поэтому, скажем, роль казахского народа в сохранении, скажем, этой территории, она огромна. В то же время мы можем говорить и о созидательной роли, о том, что, скажем, через территорию Казахстана проходил Великий Шелковый Путь, и территория Казахстана являлась транзитной для передачи знаний с Востока на Запад и с Запада на Восток. В статье президента, кстати, об этом тоже подчеркивается, потому что роль Великого Шелкового Пути никак нельзя, скажем, занижать. И сейчас в современной истории мы можем как раз и видеть то, что инициатива президента направлена на возрождение этого Великого Шелкового Пути, когда мы говорим о автомобильном соединении Западной Европы, вернее, Восточной Европы, Западной Китая. То есть вот этот как раз тот путь, который когда-то был у наших предков, наш президент, он хочет возродить посредством налаживания отношений и с Китаем, через нашу территорию, в Россию и, соответственно, в Европу. То есть вот яркий пример того, что, скажем, как возрождается история на новом витке. Историки, скажем, северного Казахстана, наше северо-казахстанское государство, университеты, конечно же, вносят свою лепту в популяризацию знаний, в популяризацию, скажем, достижений наших предков. И, естественно, это преподносится не только в средствах массовой информации, но и в ежедневном труде, в обучении, ну и, естественно, в научной работе. И, скажем, преподавателями, кафедрами, кафедры планируется выпуск монографий, атласов. В частности, скажем, Пешаковым Анатолием Андреевичем планируется выпуск учебного пособия городища Акири, Северный Фордпост. То есть, как раз, где будет показано музей под открытым небом, то есть, бронзового века, где будут представлены промыслы и ремесла тех времен. И в этом направлении уже проводится большая работа. Кстати, по данной работе занимается не только Анатолий Андреевич, но уже как бы молодая поросль. У нас есть магистрская диссертация Сладотенко Риммы Николаевны, которая посвящена реконструкции женских костюмов на как раз основе вот этого памятника Акири и этого периода. Популяризируйте знания, скажем, делая это наглядным. Кстати говоря, Анатолий Андреевич подготовил сигнальный вариант календаря на 2019 год, в которых каждый месяц представлен одним из видов костюмов, будь то мужской костюм, женский, детский костюм. То есть, кафедра работает и в данном направлении. И то, что касается, скажем, не археологии, а вот, скажем, краеведения, то нашими преподавателями также готовятся научные публикации, которые используют и документы, извлеченные из Североказахстанского государственного архива. То есть мы тесно сотрудничаем с музеем и с архивом нашей области. В частности, будет подготовлено учебное пособие, которое связано с движением Алаш в Североказахстанской области. Это тоже направление, скажем, работы ведется. Готовится также Анатолий Андреевичем, Заркнутой Шибаем и Маликой Савелья Зинулиевной в учебник по краеведению. То есть вот те аспекты, которые, направления, которые были заложены в статье президента в 2016 году, они уже постепенно реализуются в научных трудах. Вот если говорить о направлении, которое было сказано президентом исторической памяти, в статье «Семь грани великой степи», то здесь также, скажем, в рамках реализации этого направления будет подготовлен труд, в какой форме он оформится, или в учебном пособии, или в монографии, решит автор, конечно, окончательно. Этот труд будет называться «Историческая память. Трансляция историко-культурного наследия казахского народа». То есть тоже на основе магистрской диссертации. То есть кафедра всемерно старается, скажем, реализовывать те планы, те идеи, которые, скажем, озвучил президент. Ежегодно мы проводим конференцию «Земля родная», где, скажем, на конференции выступают и объединяя, генерируют мысли, скажем, наши местные краеведы, представители архивов, музеев, естественно, преподаватели нашего университета, молодые, скажем, ученые, магистранты, студенты показывают тот историко-кравийский материал, который копится и, скажем, готов к тому, чтобы его популяризировать и осветить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!